МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Еще раз Александр Инковский с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания с извечным вопросом Что происходит? Ответ на этот вопрос не будет помогать В этой студии сегодня искать Александр Полеев, украинский политорок Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, пункт первый, вводный Сегодня в Киев с официальным визитом прибыл президент Польши Анджи Дуда Значит, вот о том, как... У нас есть фотография, это Анджи Дуда и Петр Порошенко Значит, Украине будет нелегко наладить отношения с новым президентом Ну, такие были, во всяком случае, замечания самых разных авторов Такие предположения В какой-то момент даже были, значит, что из-за исторических разногласий Из-за политической позиции, той политической силы, которую представляет Анджи Дуда Украина может потерять главного политического своего союзника в Европейском Союзе Так это или нет? Я прошу ответить на этот вопрос Александр Полея Ну, нет, конечно Почему? Вот смотрите Анджи Дуда, это же представитель такой очень достаточно радикальной политической силы Право и справедливость ПИС, да? Нет, это правоцентристы обычные Ничего такого права и радикального нету Хорошо, тогда скажите мне, пожалуйста, если они правоцентристы, да? Они, то есть мы как бы просто дружим против кого-то, да? И поэтому мы продолжаем дружить В отличие от предыдущего президента, господина Комаровского Частично против кого-то, но главное это то, что совпадают национальные интересы То есть национальные интересы Украины и Польши Я думаю, 98-95% совпадают Это создает очень большое поле для нашего сотрудничества А на ваш взгляд, чего нам ожидать от встречи этих двух президентов? Я думаю, что главное это как бы повышение внимания Польши к конфликту И в том числе я очень надеюсь Это военная и военно-техническая помощь Сотрудничество, скажем так Потому что у нас тоже есть что предложить Вот, и в том числе и по линии разведки В том числе и по линии, возможно, вот этой бригады Которая существует, украинско-польско-литовская и так далее То есть усиление наших партнерских отношений и укрепление нашего тыла. Хорошо. Значит, 10 декабря есть один очень важный момент. 10 декабря 2015 года депутат Европарламента от Польши Януш Корвин-Микки приезжал в Крым. Ну, по дороге из Москвы, так говорилось. Вот фотографии этого депутата. После приезда в социальных сетях на его странице было написано, что он дал много интервью российским телеканалам. Его хорошо приняли в Симферополе. Даже он так шутил, что, знаете, что якобы крымчане говорили, что к его приезду дали в Крыму свет. И почему вы так долго к нам не ехали? Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с этим польским политиком отметил, что стратегически важно донести правдивую информацию о Крыме для жителей Европы. Ну, и уже 11 декабря 2015 года, что, как ни странно, сработало Министерство иностранных дел Украины, уже осудило визит депутата Европейского парламента от Польши Януша Корвина-Микки, в оккупирование Крым. Уже Европорокуратура сегодня, в день визита Дуды, возбудила уголовное дело против этого депутата. Надеюсь, против Корвина-Микки, да? Да. Хорошо, потому что наш МИД напомнил в своем заявлении, что Корвину-Микки еще в 2014 году были введены в отношении этого депутата, были введены ограничения по его въезду в Украину. Да. На ваш взгляд, вообще, для, ну, вот, польский депутат, я не люблю, когда говорят, знаете, какой-то маргинал. Если его все-таки выбрали, наверное, не маргинал. Кого он тогда представляет? Ну, смотрите, шарахнутых хватает, даже в парламенте. Ну, посмотрите, в нашем парламенте дерутся, плюются, чего они там только не делают. У них в Польше тоже то же самое. То есть, ну, объективно, это отражение общества. В обществе есть минимум 3% психически неадекватных людей. Справа голоса. Да, их тоже кто-то представляет. Поэтому, ну, человек, который явно зарабатывает, кстати, очень правых, ну, почти фашистских настроений. Вот, и если мы посмотрим на сегодняшнюю карту, как это все в Европе происходит, то Россия практически финансирует фашистские партии. Фашистскую в Венгрии, фашистскую в Великобритании, во Франции Липена, что мы еще не сказали, в Польше и в Германии тоже. Все они, кстати, недавно приезжали в Петербург на большой съезд, все эти фашисты. То есть, сейчас вместо коммунистического интернационала формируется фашистский интернационал. Ничего тут удивительного нет. То есть, Россия пытается найти какую-то идеологию, чтобы эти какие-то силы зарубежные работали на Россию не просто за деньги, а еще и за какую-то идею. Она пытается создать скрепу очередную, который связать этих всех людей, чтобы они не слишком много просили денег, а что-то делали издаром. Хорошо, но вот этот депутат, он вообще замечательный, да, он считает, что, может быть, мы незаслуженно много ему внимания уделяем, но этот вообще такой... 500 депутатов там. Да, очень интересный депутат, он заявлял такие вещи, например, говорил, что там Гитлера есть за что судить и за что казнить, да, но он, по словам Януша Корвина Микки, Гитлер, да, вообще как бы не знал о геноциде евреев, да, например, то есть это вообще... Ну, он, наверное, в его голову поселился. Ну, возможно, да не знаю. То есть, в общем-то, какой-то забавный персонаж. Хорошо, то есть вот эти события, как бы приезд Дуды и приезд Корвина Микки в Крым, они никак не связаны. А приезд Дуды в Киев? Нет, конечно, не связаны. Ну, Россия играет свою игру, дает денежки, создает информационные поводы для Кисель ТВ, как мы говорим сейчас. Вот, всяческие информационные поводы, развлекает, в конце концов, крымчан. Когда нет хлеба, им нужно зрелище, когда нет света, им тоже нужно что-то там, какой-то телевизор. Вот, и, то есть, это все нормально, ничего тут такого. Хорошо, мы насмотрелись уже на этого депутата. Да, но, знаете что, тогда такой вопрос, почему украинская власть тогда так мало приглашает, не знаю, иностранных депутатов в Украину? Ездят делегации. Ездят, да, но вот мы не... Они не получают такого пиара, как этот депутат. Потому что он один, да, там был, поэтому это событие. Ну, у нас приезжают и главы европейских парламентов и так далее, намного более важные люди, но просто наша, ну, есть какая-то иерархия, но мы не можем создать, так как из этого депутата, создать целое событие с утра до вечера по телевизору. То есть, это неправильно. Хорошо. Еще одно очень важное событие, не знаю, как оно связано с приездом Корвина Мики в Крым, но это случилось после приезда этого господина. Исчезли украинские вышки. Так называемые вышки Бойко, да, вот их так прозвали журналисты. Очень жалко, да, хорошие деньги были за них заплачены. Да, 14 декабря Черноморнефтегаз сообщил, что две новые самоподъемные буровые установки компании стоимостью, они их пересчитали уже в рубли, 25 миллиардов рублей. Насколько я помню, там что-то каждая вышка приблизительно была около 400 миллионов. Долларов, да. Долларов, да. Ну, они были проданы по такой цене, реально их цена была намного дешевле, и товарищ Бойко, который у нас представляет оппозиционный блок в парламенте, он к этому прямо приложился. Но пока что Генеральная прокуратура до него таки не добралась. Значит, смотрите, вот эти вышки, я сейчас закончу, значит, вот эти вышки были перемещены, такие вынужденно перемещенные вышки с одесского шельфового месторождения в территориальные воды Российской Федерации. Об этом, ну, о территориальных водах Российской Федерации говорит Черноморнефтегаз в своем сообщении. Значит, глава компании Игорь Шабанов объясняет внезапную перебазировку и военный эскорт этих вышек тем, что буровые находились в нейтральных водах с неопределенным международным статусом. Но Украина считает, что и Одесская расположенная рядом безымянное месторождение находится в ее исключительно экономической зоне. Где находились эти вышки? Ну, конечно, на украинской территории. Если вы посмотрите, они к границе Украины гораздо ближе, чем к границе России и чем к границе Крыма в том числе. Хорошо. Почему, на ваш взгляд, вот уже есть две версии, да, почему так произошло. Первая версия, высказанная, например, российское издание «Коммерсант» пишет сегодня, что экстренная эвакуация этих буровых установок Черноморнефтегаза в российские территориальные воды под военным конвоем может быть связана с риском их ареста по готовящемуся иску нафтогаза Украины. А власти Крыма объясняли ситуацию сначала сложной международной обстановкой, а затем террористической угрозой, а в итоге технической необходимостью. Ну а источник, близкий к нафтогазу украинскому, заявил, что иск готовится к подаче в Стокгольме или Лондоне, если арбитраж вынесет решение об аресте буровых в качестве обеспечительной меры, для ее реализации потребуется решение национального суда, например, на Украине, которое будет несложно получить. С чем, на самом деле, на ваш взгляд, связано? Ну, я думаю, и с теми, с одной стороны, с вот этими процессами судебными, которые действительно могут арестовать, и Россия тогда, конечно, будет делать вид, что она не выполняет международные решения судов, потому что сейчас даже такой закон у Путина приняли. И второй вопрос, очевидно, они просто боятся, что крымские татары, которые показали себя такими, ну, скажем, стойкими бойцами, что они просто возьмутся и сожгут эти вышки, будет красивый пожар. Слушайте, они находятся в море, да, вот тут где-то Одесса, находятся вот к украинскому здесь побережью, оно намного ближе, чем к другому украинскому побережью, но оккупированному Крыму, да? Вот эти вот, они вот здесь вот... Нет, но катер, отправить катер с спичками, это не так сложно. Но, как говорят наши источники, там еще с марта 2014 года там всегда находился российский пограничный какой-то катер постоянно, да? И там были, находились какие-то зеленые эти человечки, ну, попросту говоря, военные Российской Федерации. На ваш взгляд, то есть, чего больше испугались? Вот, не знаю, там, турецких каких-то, может быть, да, я уже слышал и такая информация, турецких каких-то, может быть, военных, там, украинских военных или все-таки вот судебного иска? Ну, судебный иск, который мог бы повлечь за собой какие-то действия со стороны международного сообщества, в том числе и Турции, исходя из нынешнего состояния отношений России и Турции. Мне сложно сказать, что на них подействовало. Наверное, ну, я даю 50 на 50. То есть, они, ну, явно увидели, что опоры подорваны, стойка все держат эту блокаду и так далее. Что стоит снарядить катер и подплыть, и, так сказать, вот эту всю эпопею закончить хорошим факелом? А тут все-таки, да, там, как они посчитали, 25 миллиардов рублей или, как мы считали, даже по завышенным ценам, там, 400 миллионов, одна вышка. Значит, так, в итоге мы приходим к выводу, что Крым теперь может остаться и без газа. Значит, Одесское месторождение расположено в шельфе в 150 километрах к западу от Крыма, вот это вот расстояние, да, где-то 150 километров, и в 130 километрах к югу от Одессы. Запасы 22, это разведанные, только запасы 22 миллиарда кубометров. Да, а главное не запасы, главное, какое было ее производство. План добычи на 2015 год, это 1 миллиард и 170 миллионов кубометров, что больше половины от добычи газа в Крыму. Вы говорите, что на этих. На этих, конкретно на этих. Это достаточно много, это достаточно много. То есть, действительно, тогда Крым станет, он был газово-профицитным, а в таком случае он может стать газово-дефицитным регионом. Но россияне обещают... Какие последствия? Будут трубу класть. Через Керченский пролив? Да, через Керченский пролив будут ложить трубу газовую. Она будет достаточно дорогая, но зато какие-то там Ротенберги или кто-то еще получит деньги за трубы. То есть, это, скажем так, сейчас пообносились немножко российские олигархи, и такими проектами их немножко поддерживают им штаны. Хорошо. На ваш взгляд, я понимаю, что это все как бы... Это украинская система, конечно, не питон, да, или как-то монаконда, да, говорят, которая сдавливает. Какие-то больше все-таки похожи на какие-то разнообразные действия, но тем не менее она заставляет Российскую Федерацию как можно больше платить за аннексию Крыма. Именно так. На ваш взгляд, вот то, что сейчас убирают вышки, да, потом будут, ну вы говорите, что скорее всего будут прокладывать эти газовые трубы еще с территории Российской Федерации. А вообще есть, когда у Российской Федерации закончатся деньги? Меня один вопрос теперь интересует. Ну, они могут закончиться где-то приблизительно через год, если будет нынешняя цена на газ. И, ну, с другой стороны, Россия может инфляцию разогнать, как было, например, в 90-х годах. И еще с инфляцией, например, жить три года. Печатать, печатать. Печатать и просто раздавать деньги по социальным выплатам, да? Да, печатать. Точно так же, как было в Советском Союзе, вы помните, наверное, эти все денежные реформы и так далее. То есть в многом есть возможности для манипуляции. Но, понимаете, в современном мире это достаточно сложно делать, потому что мир интегрированный. Россияне, даже медведи уже узнали, что такое айфон. Им будет жалко, и ему будет жалко с ними прощаться. То есть, понимаете. Ее оптофон есть, простите, конечно, Александр, но это знаменитая российская разработка. Почему-то, правда, на всех комплектующих написано Made in China, но то такое же дело. Да, ну, даже Китаю нужно за что-то платить. То есть он тоже даром ничего делать не будет. Ну, я думаю, честно говоря, что Россия, скорее всего, в ближайшем будущем будет жить с продажей своих территорий. Да, ну, сначала на востоке, а потом и на западе. Потом на западе. Ну, окей, хорошо. То есть, может быть, наступит какой-то момент, они придут и сами скажут, там, заберите Крым, дайте хоть немножко еды, например. Да, снимите санкции. Это может быть. Это может быть. И достаточно вероятно после Путина. То есть, если следующий руководитель будет не безумцем, он явно попытается выйти из изоляции. То есть Россия вытолкнута фактически, вот всеми вот этими авантюрами Путина, она вытолкнута из мирового распределения труда. То есть, вы представляете, нефть саудовская в Польшу, американская в Литву, весь рынок Катары забирает, нефть Австралия в Китае, где россияне пытались продавать что-то, Япония там и так далее, и так далее. То есть, Россия остается, она ничего не может предложить миру, кроме боеголовок. И то, ну, скажем так, неизвестного качества, скажем так. Ну, по крайней мере, судя по авариям, более частым, чем у Соединенных Штатов. То есть, это такая ситуация, которая долго очень длиться не может. Это не будет длиться десятилетиями, так как, ну, скажем, как агония Советского Союза. Вот я смотрю, да, просто, если мы проводим какие-то, какие-никакие исторические параллели, да, то там холодная, о начале холодной войны можно говорить сразу практически с завершения Второй мировой войны. Да, практически с 46-го года речь Фултонгс к Черчилля. Вот, то есть, и эта холодная война, она длилась, по моим подсчетам, ну, минимум 45 лет. Да, ну, до 90-го года точно, да, как бы. Ну, 89-го. До 89-го года, до вывода советских войсков. До Рейкьявика, был такой Рейкьявик, если вы помните. Помню, Рейган еще был, да, там. Вот, хорошо. То есть, сколько, и это практически, ну, там, 45 лет, да, ну, 44 года продолжаем. Сколько сейчас в нынешних условиях? Сколько может продлиться такая холодная война? Раз в 10 меньше. Четыре года и четыре месяца. Смотрите, Александр, мы запишем, как бы, да, потом я вас прошу, через четыре года. Ну, понимаете, ситуация может развиваться моментально. То есть, я не даю прогнозы, один бог знает. Мы говорим о том, что режим Путина может упасть завтра, может, через 10 лет, может, через 20 лет. Но вы точно уверены в том, что если до тех пор, пока Россия будет руководить Путин, да, это ничего не изменится? Нет, нет, нет. Не изменится. Скорее, его друзья-табакерка, так сказать, попросят, чтобы изменить что-то. Но он на это все положил, на вот это все дело. То есть, при нем это невозможно. Хорошо. Тогда, ну, наверное, есть смысл, конечно, обсуждать о том, какой будет Россия после Путина. Но, а пока мы вернемся к украинским реалиям. Ох, значит, да, знаете, как бы, казалось нам всем, что премьер-министр и президент обречены работать вместе. Потому что получили, о, вот, и премьер-министр наш, Арсений Петрович Иценюк, и Петр Алексеевич Порошенко, президент Украины. Потому что, да, перед парламентом сейчас стоят две такие задачи. Перед Новым годом необходимо в кратчайшие сроки принять бюджет и принять новый налоговый кодекс. И, насколько вот я и в этой студии, и у других людей спрашивал, говорят, что боятся и Петр Алексеевич, и Арсений Петрович боятся новых выборов. Поэтому вот пойти на новый выбор, распустить парламент, да, они не соглашаются. На ваш взгляд, я не буду сейчас показывать это видео со вчерашнего скандала Национального совета реформ. Ну, не буду просто, да. А у вас есть видео? Ну, знаете, я не буду показывать это видео, да. Но вот, на ваш взгляд, вот этот скандал, который вчера всколыхнул, наверное, всю страну, после которого выступал Михаил Саакашвили, которого, в принципе, называют, ну, понятно, что игрок там со стороны президента, да. И Арсен Аваков, который является членом команды Яценюка. Вот что вообще, что изменится вот в отношениях этих двух людей, президента и премьер-министра? А, то, что изменится в отношении президента и премьер-министра, мне кажется, что, ну, скажем, президент, почувствовал, увидел, что не слишком адекватно вели себя и министр внутренних дел, и сам Яценюк. То есть вот это заявление о том, что уезжайте к себе, то есть оно вызвало очень негативный резонанс, хотя его, собственно говоря, люди и не слышали. То есть оно только по пересказам. И мне показалось, что те, кто ругаются, и те, кто бросаются стаканами с водой, они, как правило, не имеют аргументов. Да. Вот Саакашвили поставил абсолютно четкий вопрос, что происходит с государственными предприятиями, сколько там присосок, почему, как это может быть, что государственные предприятия убыточные, которые огроменный нафтогаз, огроменный укрзалезница, укрспирт и так далее, и так далее. Как может получиться, что эти огромные корпорации ничего не дают? Кто с них живет? Это чудо просто, почему они ничего не дают? Да. Так, слушайте, а раньше они были убыточными. Вот сегодня Яценюк выступил и говорит, что нет-нет-нет, они в этом году дали целых 2 миллиарда гривен, а в прошлом году мы имели там 30 или 40 миллиардов убытков государственных предприятий, представьте себе. Ну, это главным образом нафтогаза. То есть уже переходит дискуссия в какой-то более-менее предметный вопрос, потому что вчера Саакашвили поставил прямо вопрос. Вы поставили там своих людей, и по каким-то схемам непонятно, что государственных денег уходит во время войны. Вот. Сегодня Яценюк оправдывается, нет-нет-нет, все не так. И это, ну, скажем, начало вывода это все на чистую воду. Как бы там это ни было, вот эти скандалы, они символизируют очищение. Александр, то есть означает ли это, что нам в ближайшем будущем стоит ожидать такой массовой волны компроматов? Знаете, и с одной стороны будет говориться, что вы там нечестны, и с другой стороны будут уже... Нет-нет, но компроматы... Сегодня просто опубликовали уже видео, вот это точно я не буду показывать, где якобы, значит, там Саакашвили разговаривает на улице с одним из олигархов, которые претендуют стать владельцем нового, ну, новым владельцем ныне пока еще государственного предприятия. Ну, понимаете, Саакашвили может разговаривать, да? Но государственные предприятия приватизируют не Саакашвили. То есть это... Нет-нет, я понимаю, я говорю о том, что вот сейчас нам стоит ожидать такой, знаете, волны как бы обвинений и с одной стороны, и с другой стороны. Если они будут аргументированными, пускай, это есть демократия, пускай разбираются правоохранительные органы, тем более, что мы получили, скорее всего, более-менее независимого антикоррупционного прокурора. Кстати, правительство до сих пор саботирует назначение в Национальное антикоррупционное бюро. Назначили трех человек, а еще два зависло. Антикоррупционного прокурора, вы имеете в виду Назара Холодничева? Да, да, то есть, ну, как бы, посмотрим, как оно, но впечатление первое у меня более положительное. Посмотрим, как, я ничего не могу сказать, но, как бы, нужно аванс все-таки людям давать, посмотреть на то, что они попытаются сделать или сделают. Поэтому, пускай работают правоохранительные органы, пускай мы все смотрим на это все, а в это время или президент, или депутаты, или кто-то еще, или какие-то нам грантовые структуры, или кто угодно, эксперты, напишут законы, которые, например, предусмотрят, что из государственных предприятий воровать невозможно. Ну, знаете, как бы, по-моему, у нас по законам и так воровать невозможно, ни из каких предприятий. Нет, у нас законы написаны так, что очень легко как раз воровать. И большая проблема, что правительство не идет к дирегуляции. То есть, вот, Арсений Петрович, вот, посмотрите, у него от либерала только очки. То есть, он в экономическом смысле, как он мыслит, вот, я вам скажу, как он мыслит, что если плохих хлопцев заменить на хороших хлопцев на хлебных местах, все будет хорошо. Ну, у кого-то будет хорошо, на самом деле. Нет, ну, таких взорвавшихся и так далее, поставит Арсений Петрович, там, пожмет руку, и все на этом все хорошо. То есть, это совершенно не рыночный подход. Рыночный подход, это означает, что государственные предприятия, которые не стратегически нужны стране, их продают с хорошего акциона, хорошим собственником, на весь мир завешан объявлениями, так сказать, приезжайте, платите огромные деньги нам. Вот, сокращается сфера регулирования. Не ставят там хороших хлопцев, на которые какие-то потоки, а вот эти потоки просто ликвидируются. Александр, ну, смотрите, сейчас получается так. Так, если раньше, да, эти государственные предприятия работали себе в убыток, а сейчас они начинают приносить прибыль, то я вот сейчас задаю себе вопрос, а зачем же их теперь продавать, если теперь они приносят деньги в бюджет Украины? Вот именно, да, вот именно. Если их возможно, ну, нужно посчитать, сколько они будут приносить денег, если их приватизировать раз, и сколько они будут платить налоги. Больше это той суммы, которую вот нам показал премьер-министр, или меньше. То есть, это нужно очень хорошо все посчитать. Ну, есть, кроме того, такие предприятия огромные, там, типа, Укрзалезнесси или Нафтогазы, которые приватизировать очень сложно и даже не нужно иногда. То есть, это может быть золотой стратегический ресурс, которым поставил, например, какой-то тариф олигархам, и выдаил из этих олигархов моментально деньги. То есть, хорошая вещь вообще, по сути. Я смотрю, вы знаете, как разговаривать с олигархами. Александр Полиев, в нашей студии, и буквально 30 секунд у нас остается. Александр, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эти вот все конфликты, я даже не буду говорить про этот бред, который там сегодня вбросили по поводу ЭКУ с Гуладзе, да, ну, видели. Об этом мы не будем говорить, потому что это просто полный бред. Но война компроматов, приведет ли она в конечном итоге все-таки к досрочному распуску парламента? Смогут ли эти люди дальше договариваться, или найдется, или будет какой-то такой бред, когда уже нет? Скорее найдется новый премьер, чем новые выборы. Может быть новый премьер, и совершенно со стороны может появиться человек, который будет очень популярным в мире. И тогда все, в том числе... Михаил Саакашвили? Не обязательно. В том числе подойдут к... Яценюкова похлопают его по плечу, даже его фракции, и скажут, Арсений, подвинься. Интересное будущее нам предсказывает Александр Поли, гость нашей сегодняшней студии. Александр Поли, политолог, спасибо, что были с нами. Спасибо, что нас смотрели. Это Черноморская телерадиокомпания, программа «Что происходит?». С вами был Александр Янковский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова